В канун Международного дня защиты детей в областном ДК «Пролетарка» состоялся большой праздничный концерт, причем он был несколько необычным. Помимо привычных в таком случае кукольных номеров, перед собравшимися выступила настоящая оперная певица, голос которой признан на мировом уровне. Среди тех, кто оценивал уровень вокала, был и Роман Быков. На концерт были приглашены сыновья и дочери участников специальной военной операции «Многодетные семьи». У Елены Васильевой три сына и две дочки. Они отмечают, что неправы те женщины, кто боится при рождении ребенка многочисленных хлопот или опасается за свою фигуру. На самом деле к детям как относиться? Если относиться как к абузе, это будет абуза. Если относиться как к радости, будет самая большая радость в жизни. Потому что это замечательно, интересно, весело. Фигуру, как видите, я не испортила, а друзей у меня многодетных очень много и все достойные люди. Также в ДК «Пролетарка» в этот день было немало воспитанников детских домов. Например, эти ребята приехали из Упцова. Говорят, что никто из них не торопит время. Все ценят каждый момент своего детства. Детство – это, наверное, самое лучшее, то, что было с нами в детстве. Мы там играем, веселимся. Когда мы вырастем, такого уже не произойдет. Для меня детство – это незабываемые моменты, которые больше никогда не повторятся. И их очень надо ценить и бережно к ним относиться с каким-то таким трепетом. Когда мы вырастем, мы будем только вспоминать про наше детство. То есть будет такая ностальгия. К приветствию участникам торжественного мероприятия направил губернатор Игорь Руденя, который зачитал министр семейной и демографической политики Анна Буданцева. Уважаемые участники мероприятия, поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Уверен, что каникулы подарят вам много радостных событий, хороших впечатлений и настоящих друзей. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Что касается спектакля под названием «Кукла и ангел», то он являл собой компиляцию кукольного театра и оперы. Причем в качестве вокалиста выступила Светлана Феодулова. Ее голос признан самым высоким женским голосом в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В исполнении Светланы Феодуловой для зрителей прозвучали известные и любимые многими поколениями произведения российской и советской классики. Прекрасная далека, добрая сказка, крылатые качели, золушку, лесной олень. Романс «Здесь хорошо» композитора Сергея Рахманинова, а также песенка куклы Олимпии из оперы Жака Афенбаха «Сказки Гофмана». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова